Эксперты прокомментировали контакты России и США Президент Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Асаке Фото, Константин Завражин Александр Рар, немецкий политолог Те, кто подходит к политике конструктивно, кто хочет, чтобы ситуация в мире стабилизировалась, должны быть кровно заинтересованы в том, чтобы два лидера главных ядерных держав России и США вели диалог Проблема заключалась в том, что американские элиты, истеблишмент, все делали для того, чтобы Трамп с Путиным не встретились на саммите В Асаке Минус Участники саммита В Асаке выступили в поддержку мультилатерализма Президенту США, конечно, не могут запретить такую встречу Но ему угрожали чуть ли не вызовом его переводчика на допрос, чтобы выяснить, о чем он говорит с Путиным Я думаю, что сейчас благодаря тому, что доклад Мюллера оправдал Трампа и доказал, что сговора с Кремлем не было У главы Белого дома развязаны руки Над ним уже не висит домоклов меч Его политические противники просто не успеют до следующих выборов провести импичмент президенту И вообще сейчас уже можно предположить, что Трамп может выиграть следующие выборы Он сам это знает, это понимают его враги в политике, это осознают в Европе И потому были все предпосылки для того, чтобы такая встреча состоялась, причем чтобы на данном этапе все получилось конкретно, прагматично и положительно Они обсудили всю главные темы, ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле, на Украине, договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями Разумные европейские политики, которые не играют в какие-то игры, не плетут интриги, могут только радоваться, что американские и российские лидеры наконец-то начали говорить друг с другом и договариваться От договоренности этих двух людей, которые держат пальцы на ядерных кнопках, на нашей планете многое зависит Были все предпосылки для того, чтобы встреча Путина и Трампа состоялась, чтобы все получилось конкретно, прагматично и положительно И я сказал бы очень осторожно, что, да, нащупывается некий прагматизм Минус Путин и Меркель встретились на полях G20 Во-первых, люди во Франции, Германии несут больше ответственности за общую Европу, чем Польша, где Украину рассматривают в качестве буфера в отношении России И хотя Украина пытается стать таким буфером для Европы, это не в интересах немцев и французов Они понимают, что Киев по разным причинам не может выполнять Минские соглашения Но все равно им надо двигаться дальше, французский и немецкий бизнес давят на политиков Нужно хотя бы начинать обдумывать, как выходить из санкций, от которых страдают все И, кроме того, федеральный канцлер Германии Ангела Меркеля, президент Франции Эммануэль Макрон в принципе придерживаются концепции будущей Европы от Лиссабона до Владивостока Это не просто слова Разумеется, никто не собирается упразднять НАТО, европейский СИИ, и создавать общую политическую, экономическую систему от Лиссабона до Владивостока Но к какому-то общему пространству немцы и французы все-таки хотят рано или поздно вернуться Потому что обе эти страны, исходя из своих геополитических традиций, исторического понимания, осознают, что Европу нельзя строить в противовес России, но только вместе с Россией Но не будем забывать, что есть еще политика США, и есть такие страны, как Польша, Прибалтийские государства и Великобритания, которые пытаются играть на американском поле и стоят на своих позициях, что России больше нет места в этой Европе Тимофей Бордачев, программный директор Валдайского клуба Я думаю, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, в первую очередь, имела целью еще раз присмотреться друг к другу Минус. В видео, Трамп разыграл саудовского принца на саммите Встреча в Асаке для Трампа имеет и внутриполитическое значение Он показывает, что самостоятелен в своих действиях и политике, что, несмотря на все давления и наезды, которые на него происходят, он по-прежнему, в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, является главным ответственным за американскую внешнюю политику И поэтому достаточно спокойно относится ко всем претензиям, которые к нему предъявляются Это была именно демонстрация самостоятельности и суверенности Нынешняя встреча впервые за все президентства Трампа может рассматриваться как элемент подготовки больших российско-американских переговоров Но я не думаю, что нам стоит ждать каких-то символических жестов с их стороны Речь все-таки идет о категориях реальных дел, о готовности США сотрудничать и учитывать российскую, европейскую, китайскую позицию, например, по иранской и северокорейской проблематике Я не упомянул Украину и Венесуэлу, потому что в принципе эти кризисы не являются вопросами какого-то большого общемирового значения Они не угрожают миру Я думаю, что и у России, и у США есть понимание, что ни тот, ни другой вопрос не должен вести к эскалации, в том числе и на двустороннем уровне Власть, работа, власть и внешняя политика Президент Саммит Восокий Дональд Трамп Президент Саммит